МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все в сборе, друзья. И для начала кое-какие итоги ушедшего уже января. Январские стипендии российским студентам задержали из-за перехода на новую систему субсидирования. В результате чего некоторые вузы слишком поздно открыли счета... Бал! Господи. ...для перевода денег. Так что, ребята, без паники, деньги будут просто чуть позже. Роман Павлюченко стал еще одним очередным возвращенцем с Туманного Альбиона. Футболист перешел из лондонского Тоттенхема в российский футбольный клуб Локомотив. Удержался на острове пока только Аршавин. Компания ему на ближайшее время составит переплывший ла-манш из Германии Павел Погребняк. Отныне игрок Фулхова. Почти 60 человек стали жертвами рекордных морозов, установившихся в странах Восточной Европы в последние 6 дней. Только на Украине, по данным МЧС этой страны, от переохлаждения за последние дни умерли 43 человека. Для нашей страны, увы, морозы тоже актуальны. Так что, люди, терпим. Осталось совсем немного. Ну что, это были блиц-новости пятью строками. А начать нашу сегодняшнюю профилактику мы хотели бы с хорошей новости, с хорошей для российского кино. Потому что, друзья, на минувшей неделе у российского кино появился повод для гордости. Растет, мол, самоокупаемость. Правда, тут же обнаружились какие-то подлоги, неточности в вычислениях. В общем, о том, как финансируется наше кино и как оно самоокупается, вы умные лица делали сзади? Да. Да. Хотим сегодня поговорить в первой теме профилактикой. Друзья, 5,6 миллиардов долларов, ой, долларов, рублей, что же я такое говорю? Миллиардов рублей собрали в отечественном паркате отечественные фильмы же. Да не паркате, а не паркате, а паркате. Ты, меняр, не путар. Может быть, паркете? Нет, он сказал паркате. Нет, на самом деле, правда, выделяются деньги на отечественное кино. Но в этом году, значит, оно собрало больше, 5,6 миллиардов рублей. Оно кино. Оно кино. Ну, сколько, 5,6 миллиардов? Рублей. Ну, понимаешь, что дело, вот без сравнительного анализа вообще непонятно, много это или мало, хорошо или плохо? Это и не хорошо, и не плохо. Я так понимаю, что доля, тем не менее, вот этих 5,6 миллиардов рублей, доля, так сказать, в общем прокате, она какая-то там типа 10-процентная. Ну, то есть впервые за 5 лет просто российское кино по самоокупаемости продвинулось туда, в сторону плюса, чтобы хоть как-то покрывать какие-то средства. И тем не менее, доля российского кино, при том, что мы все время говорим об этом. Уменьшается более того. 10 процентов, да, чуть меньше 10 процентов. Это, собственно, предмет дискуссии, потому что, во-первых, посчитали криво, обычно считается во всем мире с декабря по декабрь, то есть берется все, что вышло, все, что собрало, суммируется и придумываются цифры. В этом же году почему-то в этот подсчет, в этот период замиксовали еще новогодние каникулы, где вышло несколько бестселлеров, как такие, как Смешарики, вот Иван Царевич, Серый Волк и Ёлки, которые, ну, изрядно, изрядно собирают, поэтому, то есть, получилась такая крупная сумма. Тоже странно. Ну, и вообще, вот, система финансирования и окупаемости. Не система. Система, она там, нет, это не система, это идеология. Потому что система, это, так сказать, это техника. Прекратите пересчитать на это, что, давайте-ка сделаем там прямое, это не важно. Ведь, на мой взгляд, гораздо важнее, так сказать, те принципы, которыми руководствуются госструктуры, решая, давать или не давать деньги на то или иное кино. Тут важно понимать, что, насколько я знаю, 100% финансирования фильма вообще нету. Государством нету. Государство дает какую-то долю, то есть, фактически, там, софинансирует, принимает участие, но полностью не берет на себя съемки. Ну, и доля, как правило, ну, такая некритичная. Небольшая, небольшая, да, доля, некритичная. Так вот, смысл в том, мне кажется, проблема в том, что вот принципы, по которым госструктура финансирует кино, они загадочны. Есть декларация, но она совершенно не наполнена смыслом. Как звучит декларация? Ну, по крайней мере, мы так все романтически представляем. Нужно снимать российское кино, потому что... Хороший. Вот это интересно, а это отлично. Даже вот так. Государство готово тратить деньги налогоплательщиков на развитие и поддержку отечественного кино, потому что... А вот тут продолжаем. Двоеточие. То есть, первое. Отечественные фильмы, по замыслу авторов этой декларации, должны возбуждать в людях патриотизм и любовь к отчизне. Формировать культурный клей. Вот тот самый. Вот, да. Тот самый из статьи Владимира Путина, которую мы регулярно цитируем. Культурный код. Формировать культурный клей, создавать. Это первое. Второе. Значит, это как в случае с консерваторией. Мы должны... Кино все-таки уже невозможно не называть, так сказать, культурным феноменом. Все-таки кино – это культура. Поэтому, как в случае с консерваторией, мы должны создавать шедевры для того, чтобы, так сказать, наш ареномен на международной арене поддерживалось. То есть, Россия по-прежнему в стороне не просто больших культурных традиций, но больших культурных возможностей и больших культурных, так сказать, реальных, не знаю, совершений. Подожди, а в чем тогда? Если... Ну, ты сейчас сам сказал просто фразу, по которой можно делать некий отбор от сев фильмов. То есть, представление России на международном уровне того самого ареноме. Да, нет, я сказал же сейчас, как эти люди, и что у них должно быть в голове. Но это же, ну, как бы, эта декларация пустая, она же не наполняется реальным смыслом. И очень легко это обнаружить, посмотрев список российских фильмов. Ну, вот, кстати, список российских фильмов. Мы сейчас говорим о большом российском кино, которое финансируется при поддержке... ...государства. Так вот, самые крупные и удачливые фильмы прошлого года, которые были созданы при поддержке государства, это Высоцкий, Иван Царевич и Серый Волк, Смешарики и Ёлки-2. Меня возмущает, что мы говорим о большом кино, а три из самых успешных... Релизов. ...фильмов, а не мультфильмы. Я имею в виду Иван Царевич и Серый Волк, Смешарики и Высоцкий. Вот. Ну, согласитесь, о каком кино может быть идти речь? И единственный фильм из этих четырех, это Ёлки-2. Ну, I'm sorry. Но Высоцкий не совсем улицы все-таки. Ну, на 50%. Ну, немножко. Мы называем это сложный грим. Сложный грим без рук. Сложный грим. И фишка-то в том, что еще никак невозможно подсчитать эффективность вот этих вот самых вложений, вливаний, софинансирований. Потому что, ну, как действительно определить, а повлияло вот снятое при поддержке государства кино на формирование вот того самого культурного кода? Там, у какого количества населения России, во-первых, какое количество населения России посмотрело, но это еще можно отследить. Это можно было отследить. А у кого и насколько поднялся уровень, там, не знаю, патриотизма и внутреннего самосознания, вот это никак не отслеживается. Вот. Поэтому я пока не знаю, смотрите, пока у нас нет инструментария, но я твердо знаю, какой должен быть финальный, так сказать, ну, выхлоп. В чем он нужно мериться? Мы должны, мы должны придумать, а эти люди должны оценивать ИПВ. Что это такое? Индекс патриотического возбуждения. Давайте про индекс вот после короткой паузы нам все расскажем. Закончили мы на индексе. Индекс патриотического возбуждения. Ну, грубо говоря, я пока не знаю, как его считать, но то, что он должен быть, это абсолютно... Что это за индекс? Что он прожает? Внутри чувствую, что у смешариков это сотня. Сотня? Сотня. А максимальное сколько? Тысяча. Тысяча. Хорошо. Так вот. Что это? Отношение с... Это то, что у тебя шевелился в груди после просмотра того или иного фильма, насколько это шевелился в сторону любви к отчизне. А. Плюс еще должен быть ИК. Так. Индекс культурной эйфории. Это, по-моему, касается второго пункта. Индекс культурной эйфории? Да. И ИПВ, индекс патриотического возбуждения. ИПВ равен возбуждения. Есть формула у ИПВ? Давайте выведем. Давайте выведем формулу. Это моя гипотеза, ничем не подтвержденная. Просто я понимаю, что в фильме, ну, правда, сфинансирует фильм, оно должно получать выход. А ИКЭ почему-то не инвесовало? ИКЭ, напиши, пожалуйста. ИКЭ. Индекс чего? Индекс культурной эйфории. Я с вашего фориения. Индекс культурной эйфории. Годи древнегреческой буквы ИКЭ. ИКЭ. Может, ИКЭ. Или тремя русскими, пожалуйста. Так вот. У меня нет никакого наполнения. У меня нет никакого даже инструментария, чтобы эти индексы вычислять. Я просто твердо знаю, что если государство тратит на что-то деньги, вернее, на кино, оно должно получать... Наши деньги. Оно должно считать эффективность вложений по уровню этих индексов. Ну, тогда нужно формальным признаком идти, соответственно, ведь государство выделяет деньги до создания фильма. Ну, а чего? Соответственно, как государство может понять, повысит ли патриотическое возбуждение этот фильм? Давай возьмем на примерах, которые у нас есть. Если прокатчики или создатели фильма приносят... Есть технология, кстати. Нет, приносят будущий сценарий, вряд ли. Хотя бы проект фильма. Никто не приносит сценарий. Проект фильма. Проект фильма. Как в Голливуде принимается решение о продюсерах, о том, что мы работаем на этом фильме? Знаешь как? Ну. Ты думаешь, они... Мне рассказывал они голливудский продюсер. Думаешь, они читают сценарий внимательно, понимают, кто будет играть на той или иной роли. Нет, они читают только одну вещь. Не Макфол тебе рассказывал голливудский продюсер? Об этом он как раз умолчал. Ну, ладно. Они читают только одну вещь под названием Logline. Это несколько строчек, в которые целиком укладывается вся идея, вся мораль, весь сюжет, весь драйв и вся закавыка фильма. Про это я тебе говорю. Logline. Так вот, с этим Logline приходят продюсеры... Спасибо, что живой. Фонд кино? Нет. И приносят фильм, который называется «Ржевский против Наполеона». Вот. Есть примеры. Уже по названию и ПВ около 700. Ну, да, это приличный ПВ. Вот. Logline. Logline. Мы не знаем, кто в итоге-то. Поэтому, естественно, финансирующий орган спрашивает у заявителя. Кто победит? Простите, а кто в итоге побеждает? Естественно, заявитель говорит «Ржевский». А, Ржевский. Ржевский. А кто играет лучше? Наполеон. Слушай, у режиссера и у актеров должны быть либо повышающие, либо понижающие индексы. Старки, да. Индексы. То есть кто играет деревянку? О, эти понижающие коэффициенты там минус столько. И тогда, в соответствии с мечтой Геннадия Онищенко, который он здесь же, кстати, у нас в студии говорил, да, люди, которые курят, которые являются не патриотами России, а наоборот врагами ее, они будут мало того, что действительно, ну, и будут выглядеть гнусно, потому что они будут плохо питаться, потому что они будут поменьше ставки платить. Понимаете, они будут воплощать всю мерзость, так сказать, антироссийскую. Ну вот смотри, с Высоцким, с Высоцким, просто по ИПВ с Высоцким, значит, приносят «Спасибо, что живой». Допустим, сразу у нас ИПВ тысяча, тысяча баллов, вот, приносит Высоцкого, логлайн, «Спасибо, что живой», фильм про Высоцкого, «Спасибо, что живой», ну, как-то минус 100, подожди, кто играет главной роль? Не скажем, еще минус. На всякий случай минус 500, мало ли что, там, помиссируйте. Да. Вот, потом, курит, не курит, главный герой, курит и пьет, еще минус 500. Итого мы с Высоцким уходим в минус, а фильм-то хороший. Никто не знает. Смотрите. Никто не знает, я смотрел, мне понравилось. А, ты смотрел. Все очень хорошо. Просто надо на выходе из кинозала устраивать инкетирование, уходят люди, устраиваются в очередь, стоит человек, задает им вопросы. Вот в чем главное, то есть, надо же смотреть не только количество аудитории, но и качество аудитории, да? Согласны? С хорошим зрением люди здоровые. Нет, это самое главное, показывать, я считаю, да. То есть, социальное положение, там, и прочее, прочее. Значит, вот, сразу анкетируют, сразу ЕГЭ есть, чтобы понять уровень образования, как бы, продвинутые ЕГЭ. Сразу, что еще можно включить в эту историю? Я боюсь, просто просмотр кино превратится из еженедельного развлечения в тяжелую, неприятную работу. Друзья, нам нужно патриотическое кино, формирующее культурный код. Нет, если при выходе из кинотеатра будет стоять человек вот с таким вот 800 вопросовым опросником, то люди будут уходить за 5 минут до конца. И никто не будет знать, чем закончился Высоцкий, Ржевский, Просип Наполеона. Будут звонить, чтобы они не ответили на вопросы. Да. В общем, единственное, чем поработать, хотя я считаю, что, конечно, главное не снимать патриотическое кино. Главное воспитывать патриотов России, понимать, в чем дело. Может быть, есть какой-то другой способ, вовсе не с помощью фильмов. Потому что, на мой непросвещенный взгляд, чтобы ты не говорил про Высоцкого, а ты про Смешариков, но все-таки, мне кажется, наши фильмы, при том, что мы гордимся русскими режиссерами и все такое, но это же жуть какая-то на колесах. Не все, да. Те, которые мы назвали, они такие жуть. Но есть еще такое Шапитош, Шоу, Остров. Есть такие фильмы, которые можно... Это хорошее кино, это правда. Просто я считаю, что наш культурный код не может быть похож на культурный код американцев в 20-летней давности. Ну, я про копирование. А у нас очень многие его злоупотребляют именно просто слепым копированием. То есть наши машины могут, а культурный код не может. Короче, то есть... То есть, подожди, нет, почему наши машины? Да, шучу. Наши машины минус 50 лет. То есть, оригинальный, но малобюджетный, он лучше, чем многобюджетный, но калькированный. В пожеванной американцами. Вот, и в этом есть наша особенность, наша социально-экологическая концепция третьего пути. Да? Это надо тоже записать. Все, вы пока, а мы сейчас запишем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok